В городских школах начались летние каникулы. Эти теплые дни можно потратить на прогулки с друзьями, собственные увлечения или на то, чтобы потрудиться во благо города, при этом самому оказаться в плюсе. Многие из младших школьников уже или собираются, или в ближайшее время отправятся к бабушкам и дедушкам, которые живут на дачах. В гостях ребята смогут отдохнуть от суеты, забыть, наконец, о компьютерных стрелялках. Помочь родным по дому и хозяйству. Если по каким-либо причинам дети должны оставаться в городе, то и в этом случае есть немало способов занять себя. Езда на велосипеде, купание, прогулки по лесу, игры в мяч и, конечно, можно дать волю творчеству. Рисование, лепка из глины и пластилина, вышивание, плетение из бисера и еще массу полезных поделок можно сделать своими руками. Нужно только не лениться. Мне очень нравится. Мы идем на летний мастер-класс и, надеюсь, мы скоро начнем купаться. У меня планы покупаться, хорошо провести лето, поиграть с друзьями, покупаться с друзьями, поиграть в мяч на пляже. Я поеду на юг. Каждый день сюда хожу с друзьями, играем в футбол. Много народу приходим, постоянно играем на что-нибудь. На что-нибудь это как? Ну, например, если команда проигрывает, то встает команда на ворота и им бьют два удара. Изначально нужно провести День молодежи, а потом уже как пойдет. Покупаться, позагорать, повеселиться. Отдохнуть. Отдохнуть от школы, от всего. Да. После Дня молодежи будем отдыхать, веселиться всей нашей подгруппой. На пикничок надо. Хотелось бы, чтобы были крутые фотозоны летние, тематические площадки. Площадки. Какие-то еще мероприятия для молодежи, больше дискотек и больше веселухи. Великопальный сезон, завтра на пикник собираемся. На великов катались. Водных приключений не хватает. Ну да, горобы каких-нибудь. Купить пасек и идти купаться. А вот ты что планируешь? А я планирую опять сломать руку на все лето и просеять на дачу. Я, наверное, съезжу в... Ну, на озеро так часто буду ездить. Ну, вообще, в принципе, просто много гулять, отдыхать и мороженое. А мы будем жалить и праздник цвета так, что мы будем ездить на канал у нас на даче и вообще там тучить с друзьями. Пять килограмм мороженого. Пять килограмм... Ну да, много всего. Много кладостей. И костер будет ночной. Поэтому, да. Надеюсь, в своем отпуске классно провести время на даче, полоть грядки, поливать огород, плавать на сапсерфе, отдыхать с друзьями, жарить шашлык, тусоваться, встречать рассветы, провожать закаты. В общем, классно и здорово проводить свой отпуск. А если погода не позволит? А если погода не позволит, читать много литературы, трещания, печечки в домике на даче. Поделиться творческими идеями с сестройскими девчонками и мальчишками готовы и взрослые. 14 июня в Доме культуры прошел мастер-класс по изготовлению воздушного змея. Его организовали и провели Анастасия Ефимова и Евгения Вшивцева. Перед началом выполнения работ участники, в числе которых были не только дети, получили и наглядный урок от героев мультфильма «Три кота» Коржика, Компота и Карамельки. Чтобы изготовить свои летательные аппараты, малышам и их родным потребовалось немало сноровки. Но в итоге все получили змея мечты. Украсив свои творения ленточками, гости запустили их в небо. Удерживаемые земли при помощи веревки и поднимаемые за счет силы ветра, воздушные змеи плавно лавировали над землей, доставляя радость владельцу. Летние каникулы, хотя и самые продолжительные, но и они пролетят очень быстро. Не успеешь оглянуться, пора в школу. Поэтому не надо терять времени, чтобы пора занимательного и разнообразного отдыха осталась в памяти и помогла вернуться к занятиям в хорошем настроении, полном энергии и сил.